привет привет рада приветствовать вас на моем канале об одежде из second hand кто смотрит меня впервые меня зовут марина и живу я в городе челябинск покажу вам что удалось найти купить зигзаги удачи без покупок как всегда я не ушла купила кашемировый джемпер для себя также купила кашемиру для своих заказчиц были хлопковые вещи шерстяные юбки брюки верхней одежды и к сожалению в этом выпуске не было видимо ничего не нашла и давайте не будем тянуть время и переходим к обзору начну свой обзор с шелковой блузки размер блузки был м и цена всего 350 рублей это стопроцентный шелк он очень мягкий струящийся хорошо садится по фигуре мне велико великой блузка была и я ее оставила в магазине плюс фасон выреза немного немой это джемпер из стопроцентной шерсти купила я его для своей заказчицы конечно с виду он неприглядный очень мятый и когда его переведешь порядок думаю что он будет просто потрясающим цена этого джемпера была всего 500 рублей uniqlo из стопроцентной шерсти такой средней колючести но как бы не меринос конечно но не такая сильно колючая шерсть как бывает цена 500 рублей бывает наденешь свитер и просто хочется быстрее его снять а когда снимешь руки потом еще чешутся это конечно не про uniqlo это юбка без бренда в клетку очень такая плотная подклад цена ее было не знаю сколько наверное вообще не было цены такие вещи тоже встречаются нужно подходить на кассу и спрашивать там продавцы сразу ставят цену и померила я эту юбку с uniqlo 95 шелка 5 процентов кашемира распространенная модель уже не первую я встречаю секунди у меня у самой есть такой джемпер с удовольствием его ношу он очень тонкий мягкий и теплый это томми хильфигер 500 рублей стоил этот свитер я его купила для себя 95 процентов шерсти и пять процентов кашемира и померила я его вот с этой юбки штельман 350 рублей она стоила шерсть акрил составе в принципе состав неплохой и получился вот такой образ свитер кстати очень и очень теплый надевала уже его холодную погоду в челябинске у нас сейчас минус 30 поэтому такой свитерок меня отлично грел юбка мне свободная это стопроцентный кашемир в размере l я его уже показывала и и померила я вот с этой теплой юбкой за 500 рублей кстати в секунде большой выбор юбок разных размеров фасонов и в основном все теплые на джемпере была небольшая дырочка я ее зашила ничего не видно все идеально платье из хлопка от ее из пола цена у платья было 750 рублей такой шалевый воротник узор косы я не очень люблю носить платье зимой у меня нет ни одного юбки с удовольствием ношу а вот с платьями как-то у меня не сложилось возможно нужно попробовать еще одно платье это массимо дути просто прямой крой не приталенное оно очень теплая цена его была 1000 рублей вот так смотрится на мне довольно таки неплохо со стороны вот смотря на себя мне нравится и возможно если в какое-то платье мне попадется я для себя куплю печен дэм давно его не было апельсиновый свитерок за 500 рублей и я его примерила вот с этой очень плотной зимней юбкой длина у него у нее макси цена 500 рублей думаю что если надеть такую юбку с какой-то короткой дубленкой или короткой курткой будет такой классный образ еще одеть ботинки на грубой подошве на платформе будет смотреться класс это опять же юниклон стопроцентная шерсть и брюки из стопроцентной шерсти я их купила для своей заказчицы состояние у них было отличное цена 1000 рублей вот такой у меня получился образ такой повседневный сдержанный мне такое по душе что-то примерно в таких образах я хожу на работу конечно иногда я выделываюсь и одеваю что такое экстравагантное но это не часто так это брюки я их тоже купила для своей заказчицы 350 рублей свитер из стопроцентного акрила это бренд monkey у них вещи в основном из синтетических тканей у них есть пальто тренди анджел в составе у него 80% шерсти вообще похоже что это этот бренд на вивальде то есть такие же бирки цена пальто была 1000 рублей вот такое спорное сочетание цветов бледно-розовый и сине-зеленый это свитер от jack & jones они выпускают мужскую одежду своему супругу я часто покупала этот бренд очень хорошо садится хорошее качество цена в магазинах ну такая средняя я не скажу что это очень дешевый бренд ну данная как бы бадлон подходит и для девушек это бенетон очень яркий лимончик такой прям лимонный вот эта кофточка она из стопроцентного хлопка кстати цена была 500 рублей глубокое декольте цена 350 рублей в составе 80 шерсти 20 нейлон оставила в магазине потому что слишком большой вырез и слишком в обтяжку это стопроцентный кашемир как видите тут тоже дефект но все таки моя заказчица рискнула и купила для меня это туника больше больше скорее всего это свитер но кашемир мягчайший теперь я понимаю почему все так хотят купить кашемир это массимо дути тоже в составе шерсть 750 рублей 95 шерсть 5 процентов кашемир хороший джемпирог тоже на каждый день внизу у него сделана такая окантовка необычная это стопроцентная шерсть цена этого бадлона была тысячу рублей размер примерно на 54-56 я купила тоже для своей заказчицы на мне он супер оверсайз ну смотря на то как сейчас одеваются многие молодые девушки думаю что даже такой размер не подойдет это тоже стопроцентный кашемир 350 рублей ну вот если меня спросят что я надену эту водолазку черную либо ту большую коричневую оверсайз то я больше склоняюсь вот к таким моделям это uniqlo тоже сегодня очень много у нас в обзоре стопроцентная шерсть и цена 350 рублей вот так смотрится на мне видите я как одета очень тепло потому что на улице стоят морозы это томми стопроцентный хлопок скорее всего это водолазка мужская цена 350 рублей ну сейчас как-то женское мужское женщины носят мужское мужчины иногда носят женское ну конечно это шутка ральф лорен спорт ральф лорен спорт очень тоненькие легкий джемперок с такой необычной аппликацией на мне он прям супер в обтяжку оставила его в магазине у меня уже такие есть это ральф лорен белоснежный джемпер очень красивый мне он прям запал в душ хотел купить его себе но купила для своей заказчицы он из стопроцентного хлопка нравится мне вот эти косички ральфа 350 рублей была его цена и вот этот свитерок из стопроцентной шерсти тоже юникло сколько же сегодня было юникло вот так сидит на мне тоже купила моя заказчица спасибо всем за внимание увидимся в следующем выпуске всех обнимаю и пока пока